В Анталии снова Делек Сабанчи спортивный зал или арена или холл, называйте как угодно. И я думаю, что квинтэссенция чемпионата Европы по тяжелой атлетике здесь в Анталии, поскольку категория супертяжеловесов. В этот раз уже 105 не определяют верхнюю планку для веса спортсмена, а наоборот, как бы задают только тон, задают нижнюю планку. Итак, вы видите список на наших экранах. Рядом со мной Алексей Петров вновь, он вместе с нами, согласился вместе с нами понаблюдать за этой категорией. Здравствуйте. Я думаю, что он будет, безусловно, как бы задавать тон соревнованиям, которые мы сейчас будем наблюдать. А супертяжелая категория в тяжелой атлетике, это, я думаю, что своеобразные 100 метров у мужчин в легкой атлетике, да? Ну да, это основная весовая категория. И здесь самое главное, что есть долго-долго российская история, некоторых из которых из участников этой истории мы сможем даже увидеть сейчас. Безусловно, когда заходит речь о супервисовой категории, конечно же, привыкли говорить слово «чмеркин». Андрея Чмеркина сейчас на чемпионате Европы нет. По всей видимости, он слушает нас сейчас в эту секунду в своем городе Солнечнодольске, удобно устроившись на диване и поглядывает на происходящее. Но, еще один сюрприз сегодняшнего дня, о котором чуть-чуть позже, а пока что давайте посмотрим на участников. Здесь есть два российских тяжеловеса. Это Михаил Кокляев, вот он на наших экранах. Я не думаю, что он будет сегодня самым главным соперником в Балбе за самые большие, что называется, медали этого чемпионата, но, безусловно, это его первое появление на международной взрослой арене. Так ли? Да-да-да, первое его соревнование на таком уровне. Про кого еще не забываем? Конечно же, это поляк Грегор Клещ. Я думаю, что он достаточно давно уже в элите супертяжеловесов. Также болгарин Милчев, Дамианов на наших экранах. Но, безусловно, я думаю, что главная борьба разыграется именно между двумя последними спортсменами, стоящими вот сейчас вот на помосте. Конечно же, это наш Роман Мещеряков. Вот он сделал шаг вперед и поклонился. Он был вторым на последнем чемпионате мира, уступил катарскому спортсмену, но обыграл Андреевич Меркина. И, конечно же, Ронни Веллер. Я думаю, что о нем можно говорить годами. Он первый раз выступал на Олимпиаде еще в 88-м году и стал третьим. Тогда он выступал еще в другой категории до 105 килограммов. Ну, тогда до 110 было. До 110 было. Да, да, да. Потом на следующий год в Барселоне в 92-м Ронни Веллер выиграл. Перешел в супертяжелую весовую категорию. И я думаю, что все помнят год 1996-й. И вот это вот заключительный аккорд турнира по тяжелой атлетике. Когда вот эта вот борьба Ронни Веллера и Андреевич Меркина. Кстати, Андрей, я уверен, что... Фуа, Алексей, я уверен, что ты наблюдал за ней в ранге чемпиона. И так поглядывал свысока уже. Или свысока на тяжелое веса смотреть нельзя? Ну, конечно, нельзя свысока на них смотреть. То есть там, конечно же, я думаю, что все помнят все, что происходило. И самое главное, все помнят, чем закончилось. Андрей Чмеркин тогда Ронни Веллера обыграл. Затем были Олимпийские игры в Сидне. И тогда Ронни Веллер обыграл Андреевич Меркина, но занял второе место, проиграв иранскому штангисту. А вот сейчас в наших экранах некоторая запись, такое телевизионное чудо мы наблюдаем, поскольку подход Алексея Колокольцева из Украины, который выступал в группе «Б». Это сюрприз сегодняшнего дня чемпионата Европы. Так получилось, что украинский штангист вот этим подходом толкает штангу весом в 240 килограммов. И вот третий... А, это, простите, еще рывок еще. Это заключительная попытка в рывке. 187,5 он вырывает здесь в группе «Б» и затем толкает 240. В этом случае набирая сумму 427,5, что... Боюсь загадывать, но у меня такое подозрение, что Алексей Колокольцев вполне может претендовать и на медаль этого чемпионата Европы. Медаль в сумме или медаль в отдельных видах, на твой взгляд? Ну, я, скорее всего, думаю, что в отдельных видах это в столчике двумя руками. То есть, все-таки толчок. Толчок 240 – это та цифра, которая будет, если не отметкой для первого, то, во всяком случае, на бронзовую медаль вполне... Я думаю, что да, давайте. Кстати, вот нам показывает этот подход Алексея Колокольцева. К сожалению, никого не было в зале, только единственная камера работала. Наблюдая за группой «Б», только судьи и жюри. И, на мой взгляд, второй раз здесь, в Анталии, происходит вот такая вот удивительная вещь. Полгода назад Владимир Смарчков на чемпионате мира, также выступая в группе «Б», установил мировой рекорд. И, как я понимаю, затем уже наблюдал за соревнованиями, сидя вот здесь в кресле непосредственно. И, в конечном итоге, выиграл чемпионат мира. То же самое происходит с Алексеем Колокольцевым. В любом случае, результат очень и очень хороший. На твой взгляд, почему? В чем ошибка заявки, может быть, разделения «А» и «Б»? Ну, тут, понимаете, здесь происходят иногда интересные моменты, что, когда выступаешь в группе «Б», то меньше волнений, нету напряженной борьбы. И, как бы, если спортсмен сильнейший в категории, он всегда выходит последний. Нету, как у нас это называют, мясорубка. То есть, если бы Олег Перепеченов в своей категории здесь, на чемпионате Европы, выступал в группе «Б», то с вероятностью 70%, я думаю, Олег Перепеченов выиграл бы и весь чемпионат. Ну, возможно, да. То есть, это сознательное, значит, получается, что тренерам и специалистам вынуждено, выгодно как бы занижать показатели спортсменов, подавая заявки, как я понимаю, для определения в какой группе выступать в «А» или в «Б». Ну, вообще, по идее, просто иногда бывают такие ситуации, что лучше спортсменов спрятать в группу «Б», чтобы первый выход на европейский помост и мировой очень как бы волнительно для спортсмена, тем более он молодой был, с Марчхов, вот к ним была такая ситуация. Поэтому лучше его поставили в группу «Б», чтобы он там аккуратно отработал. А вообще, конечно, по идее, престижно выступать все-таки в группе «А», там идет борьба, идет борьба за «Зол» тоже конкретно. Бывает и там чудеса из-за того, что результат становится совсем другим. Да, вот именно, вот мне кажется, что на самом деле в группе «А» или в группе «Б» выступать тоже есть некоторая разница, потому что для спортсменов, ну, не боюсь этого слова, такого класса, как ты, например, я уверен, что тебе спортивная интрига, спортивные эмоции, как бы вот соревновательные эмоции, они как бы только добавляют силы. Конечно, да. То есть, фактически, ты на соревнованиях показываешь больше, чем ты можешь. И в этом как бы, в этом и смысл. Все правильно, в борьбе именно результаты растет. Но тут, если молодой спортсмен, как я говорил раньше, то лучше его поберечь, чтобы он выступал в группе «Б», чтобы он не попал в сложную ситуацию, потому что приходится по два, по три раза разминаться, а еще он неопытный, плюс горишь перед соревнованиями. Ну, и стараются как бы тренера спрятать его, чтобы другие его не видели. То есть, Алексей Колокольцев в данный момент, я думаю, что спрятанный. Спрятанный. Молодой спортсмен. Тоже же, он 81-го года. Да. В любом случае, мы наблюдаем за тем, что происходит уже в группе «А», а в группе «А» уже со второй своей попыткой не справляется польский штангист Грегор Клещ. Стартовый подход, 180 килограммов на штанге. Или сейчас все-таки получилось? С второго раза, да, он все-таки справился с этим стартовым весом. А, нет, это был Найдек. То есть, два польских штангиста по очереди выходят на помост. Один раз не получилось у Клеща, вот он для повторной попытки выходит. Но другой польский штангист, Павел Найдек, кстати, он собирался 175 идти, но пошел на 180 и справился с этим весом. Самое большое достижение вот этого польского штангистка Грегора Клеща был третьим на чемпионате Европы год тому назад. Но чемпионат Европы был, как я понимаю, постолимпийский, поэтому ни Веллера, ни никого сильнее спортсмена пока не было, да? Не было, да. Ну, сейчас в 180 втором подходе. Хотя наши и Кокляев, и Мещеряков, да и Веллер начинают со 190. То есть на 10 килограммов большим весом. Кстати, Грегор Клещ выступал на Олимпийских играх в категории до 105. Я помню тогда, что он не здесь, на самом деле, да. И там он показал восьмой результат. Не обошлось у него и без допинговой дисквалификации. Было это в 1996 году, но это уже как бы история. Теперь венгерский штангист Сэрен Тотт готовится к своему первому подходу. Он уже не молод. И 182 килограмма на штанге. Видимо, его вес за счет головы или лица, видимо, образуется, да? Да, наверное. Но 182,5 килограмма на штанге все-таки сделал. В прошлом году на чемпионате Европы он получил баранку. Но не в рывке, а в толчке, во втором упражнении. Кстати, это единственный, пожалуй, самый лучший его результат на всю его долгую спортивную карьеру. Да, он в рывке был пятым. Вот это вот самое большое достижение год тому назад на чемпионате Европы. Белорус Сергей Карасев. На наших экранах тот же вес, простите, увеличивается 185. Также его первый подход. Он еще достаточно молод. В прошлом году он выиграл юниорский чемпионат мира. Так же, как и юниорское первенство континента. Вот сейчас переход во взрослые соревнования. Его первое выступление на взрослой уже арене. Есть! Удачно справился. Да, когда все хорошо получается, то я думаю, что даже те, кто немного понимают тяжелой атлетики, все равно видят, что все идеально графично. Вот это второе, такие случаи, когда действительно технически, не знаю, безукоризненно, но во всяком случае оптимально. Еще когда молодые ребята выступают на чемпионате Европы, и когда здесь обстреливают первые старцы, всегда работают стабильно, стараются. Первый чемпионат Европы к нему сюда готовятся. А что, уже к последующим чемпионатам Европы уже перестают готовиться? Ну, уже как бы, да, обычно это вот, на Олимпийских играх обычно тоже так волнительно, и рекорды ставят, потому что каждый спортсмен готовится уже к этому старту совсем по-иному. А потом уже это проходящее становится, и уже привыкают к этому. Ну, я так понимаю, что Алексею Петрову невозможно привыкнуть было к этому чемпионату Европы, потому что он не выступал два года, даже больше на самом деле, до Олимпиады же тоже не выступал. До Олимпиады два года, два года прошло. И это моя Европа с 1994 года, я не участвовал на чемпионате. Да, 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 то есть с 1994 года это очень большой был перерыв. Павел Найдер, больше 185-й не вырывает, в своей второй попытке. Результат Алексея Колокольцева 187,5, я думаю, что для всех вот этих спортсменов, которые сейчас укроют, он не является неким ориентиром. Ну, конечно, он 187 килограмм зафиксировал. Я думаю, что все в зале с нетерпением все-таки ждут выхода Романа Мещерякова и Ронни Виллера. Я думаю, что вот это вот... Вот Роман Мещеряков сейчас должен быть в роли Андрея Чмеркина. Ну, в основном, да, так и получается. Мы с ним вот разговаривали до выступления. Он говорит, что тогда готовился к чемпионату мира, уже себя поставил сразу на место после Чмеркина, после вот катарского спортсмена. А сейчас уже, получается, он как бы лидер идет. Уже совсем по-другому отношение к соревнованиям. Уже гореть стал больше, волноваться. Уже на него теперь ориентируются все спортсмены. Ну, конечно же, да. Самое главное, в какой форме Ронни Виллер сейчас? Это самый большой, самый... Конечно. Вопрос, который, я думаю, что задавали все друг друга. Ну, как бы ходят такие слухи, что Ронни Виллер, когда если он не очень готов к соревнованиям, то он не приезжает на выступление. Ну, да, а сейчас он здесь, да. На самом деле, я думаю, что все супертяжеловесы, они всегда стараются именно так. Даже не только супертяжеловесы, только все уже практически легендарные спортсмены. Да, именитые спортсмены, да. Смены, да, они, конечно же, не приезжают, когда они в достаточно хорошей форме. И я знаю одного рядом с собой сидит, он тоже на фантере, когда не очень хорошо, он тоже не приезжает. Ну, бывают случаи, когда приходится выступать. Сейчас так напомнить всем хорошо было бы. Что так не выпасть из этой обои, чтобы быть здесь. Тем временем, 187 на штанге. И Ферен Стос из Венгрии. Я так понимаю, что он первым подходит вот к этой штанге с таким весом. Я так понимаю, что уже совсем-совсем скоро, а нет, все-таки, в 190. Уже появится и Михаил Кокляев. О нем почему-то мы практически ничего не говорили. Хотя Михаил Кокляев сейчас, ну, я думаю, что, конечно же, он сейчас следом за Романом Мещеряковым. Да, я думаю, да. Но он еще достаточно молод, ему всего лишь 21 год, 22. 23 даже, точнее. Пока что ему, конечно же, очень тяжело в этой ситуации. У него здесь и Роман Мещеряков, который только-только-только был, но уже вошел в эту обойму, и в мировую, и, главное, в обойму внутри страны. Здесь же все время Чмеркин где-то сидит, наблюдает, и выжидает, и часто и выступает. Но не с Романом Мещеряковым одного года. Я думаю, что, ну, по подготовке были готовы практически равны. Да? И Кокляев, и Мещеряков. То есть Михаил Кокляев может быть неким сюрпризом. Возможно. Возможно, мы не будем загадывать. Посмотрим. Это его первое выступление на мировой, на вообще европейской, на международной арене. Павел Найдек. 187, это его третий подход, 185 в его активе уже существует. Кокляев сейчас готовит. Ну что же, а вот и Михаил Кокляев. Я думаю, что один из самых эмоциональных людей в нынешнем составе сборной Советского Союза. Это его тяга к гармошке. Он практически играет на всех верхних, на любых инструментах, очень быстро подбирает музыку. Вообще, он такой балагур, как я понимаю, да? Он задает тон определенный. На твой взгляд, что случилось? Ну, я думаю, немножко не дотащил штангу. Ну, не дораскрылся немножко, видите? Это все очень быстро происходило. Это все мгновенно, раз, и все. Даже, по-моему, он сам не оживлен. Надо такое бывает. Штанга легкая, а вот что-то не хватает, немножко подъема, дополнительного, самое конечное. Это такие ситуации выходят. Штанга, конечно же, легкая, но при этом все-таки она 190 килограммов весом, да. Но Михаил на тренировках 200 поднимал. Я думаю, что для него это... Михаил Кокляев преимущественно в рывке, в толчке. Где его коронка? Или более-менее равный? Ну, он практически равный, да. Ну что ж, болгарский штангист. Демьянов Милчев. На наших экранах 190 килограммов. Тот же вес, что и только что оказался недоступным Михаилу Кокляеву у его первой попытки. Демьянов Демьянов также был, 21 год. Видите, та же самая ошибка, что и Михаилу Кокляеву. Да, и, кстати, это также его первое появление на международной арене уже во взрослых соревнованиях. Может быть, что-нибудь подправить со штангой все-таки? Я думаю, что вот это тоже элемент такого некого бижон, супер-бижонной категории. Сразу обилие каких-то татуировок, натерий, черт. Да-да-да-да. Они так вот, ну, вот такой, своеобразный. Это же отдельная жизнь. Вот, ну, супертяжи, как бы, они совершенно отдельные. Ну, показать, чтобы как-то привлечь на себя внимание. Так, Веллер переносит на 195. И, кстати, переносит на 197. Да-да-да. Сергей Карасев на наших экранах. 190, его второй подход, 185 уже есть. Считается, что очень тяжело, очень долго, как бы, вот, ну, зреют супертяжеловесы. Вот сейчас вот мы видим прямо 4, 5, даже 6 очень молодых спортсменов, которые, вот, ну, видимо, скорее всего, они, как бы, и дойдут до состояния такой зрелости именно к Олимпийским играм, к этим или к следующим, вот это думаешь? Ну, я думаю, скорее всего, наверное, к следующим Олимпийским играм. Но все возможно, потому что ребята быстро, как бы, появились неожиданно для всех нас. Я думаю, что за два года могут наверстать, набрать весь. У них основная проблема – это наборы в весе. Да? Да, потому что чем ты больше весишь, тем ты сильнее становишься. Поэтому у Андрея Чемеркина всегда стояла проблема побольше набрать вес. Весил 187 килограмм на тренировках. Итак, Сергей Карасев не справляется с этой второй попыткой 190 килограммов. Сейчас попутка третья. Вторая попытка сначала у Михаила Кокляева. Вес тот же 190. Он сейчас вызывает на помост. Опять та же самая ошибка, что и в втором подходе. Не дотащил штангу. Я думаю, что это действительно некое волнение существует. Где-то первый раз он выходит на такого типа именитый помост, на самом деле, на чемпионате Европы. Его дважды не вправляются за 190 килограммовой штангой. Это была первоначальной попыткой. Так вот. На самом деле, я думаю, что судя по саблогу, действительно огромное количество красных перечеркнутых показателей. Это действительно все эти перечеркнутые показатели. Это все продемонстрировали пока молодые спортсмены. Обратил внимание, да? Ну, я так и говорил до этого, что обычно мобилизуют тебя. Молодые ребята приезжают. У них нет такого волнения, потому что они выступают впервые. И что с ними произойдет? Могут удачно выступить, могут неудачно. И поэтому меньше волнения. Они знают, что у них еще все впереди. Болгарин Дамиан Дамианов. На наших экранах. И это его второй подход по 90. Довольно легко справиться. Здесь не обозначен вес, рост Дамиана Дамианова. Но вот по сравнению с Михаилом Кокляевым, мне кажется, что вот его штанга, она как такая игрушечная. Репостка, особенно смотреть не вживую, а по телевизору, потому что шум подходит к ней, она маленькая просто. У Михаила Кокляева рост метр девяносто четыре. Но вот так вот две попытки неудачно для Кокляева. А к своему третьему подходу выходит венгерский штангист Фернс Тотт. 190. Вот здесь, что называется, уже сразу опыт и сразу никаких неожиданностей на старте. 182, 187, сейчас идёт 190. Так, аккуратно, да, идёт аккуратно, чтобы не терять на один подход. Ну, тоже своя система, чтобы нормально отработать подходы, а уже как результат может вывести и на призовое место. Неудачный подход. Вот, да, вряд ли результат люди этого на призовое место, но в любом случае, как бы, он здесь, здесь был и подходы свои реализовал. Нормально, боролся, адекватно, без каких-либо сюрпризов и неожиданностей, как я понимаю. Сергей Карасёв, вот третий подход, 190 килограммов, 185 уже есть в активе, однажды 190 не получилось. Вся его история, это только победа на юношеском чемпионате мира и чемпионате Европы. Кстати, где Кокляева, не было. Он не выступал по юношам. По Кокляеву вообще был такой разговор, что, может быть, даже он и завязал одно время. Потому что он исчез, пропал, его не было ни на чемпионатах России, нигде. Ну, буквально после Олимпийских игр, видно, его это опять подстегнуло к тренировкам. И вот сейчас начал готовиться к чемпионату Европы. Да, потому что уже после Олимпиады Кокляев стал третьим на чемпионате России в Ногинске, когда выиграл Мещеряков. Да, да, да. Да, и уже вот сейчас вот на Кубке России там тоже выиграл Кокляев. Кокляев выиграл. Как я понимаю, Мещеряков второй. Ну, по идее, я так и говорил в самом начале, что практически и Роман Мещеряков и Михаил Кокляев, они были равны, да, равны на сборах, по одной форме у них была. Ну, я очень надеюсь, что бы некий опыт у Романа Мещерякова, все-таки выступление уже на международной арене, все-таки существует. Вот его чем-то закалило, и вот эта борьба на последнем чемпионате мира, видите, это была серьезная борьба и с Катарством, и с Чмиркиным. И тем более, я так понимаю, что вообще не столько Катарец, сколько Чмир, только Чмиркиным, Андрей, да. Конечно же, поскольку вот, ну, ты считаешь, как и Веллер. Вот сейчас вот, если зайти в разминочный зал, сразу вот из угла, где находится Веллер, такая вот, ну, мощь такая, аура какая-то идет. Кокляев, третий подход. 190. То же самое. Повторение. Все те же самые ошибки. Вот что делают в таких случаях? Вот три баранка, вот, ну, три неудачных подхода. Что это означает? То есть какие выводы отсюда можно сделать? Либо надо было раньше меньше начинать. Хотя я не думаю, что 190, как бы, вес нормальный для Кокляева, как бы, неожиданный. Ну, по идее, если честно, ничто не предвещало такое выступление. По подготовке они очень легко с Мещеряковым, с Ромой, по 200 килограмм отработали. Поэтому неожиданно. То есть это сюрприз для всех, сюрприз и для, там показывают Рони Веллера, 195 он заказал. Да, он выходит первый раз. Напомню, что кроме всевозможных спортивных титулов, которые существуют в активе Рони Веллера, у него, как бы, есть еще и своя такая общечеловеческая история, да? Как бы, в 89-м году он очень попал в токатастрофу, когда он был водителем, как бы, и у него погибло. При этом еще и его герлфренд, который сидел рядом в машине. И сам Веллер пострадал и в течение двух месяцев находился в госпитале, в таком, вот, именно, практически в реанимационном отделении. А потом, вот, ну, постепенно, постепенно вынужден был пропустить весь этот год. И, кстати, я думаю, что вы все помните, как в 2001 году, вот, ну, буквально прошлым летом, у него были еще сильные-сильные проблемы на пляже в Калифорнии, где он практически утонул, и он делал искусственную дыхание. Вот так вот, Роми Веллер в стартовом подходе, 195. Когда присутствуют такие спортсмены, именито, они украшают соревнования. Безусловно. Были интересны смотреть эти вступления. Можно ли определить, вот, все говорили, как он готов, как, как, вот сейчас первый раз он был, как? Ну, я думаю, он сейчас в хорошей форме. Я думаю, что, ну, не будем, конечно, загадывать, но, по идее, на 205 килограмм вруски он готов. То есть, вот, по первому подходу, ты сказал бы, 205 Веллер бы сделал, да. Напомню, что европейские все рекорды принадлежат именно Роне Веллеру. 210 он рванул, по-моему, на Олимпиаде, да, на Олимпиаде, да, да. Да и он, да нет, на самом деле, Роне Веллер еще после, до этого, до Олимпийских игр 260 толкнул. То есть, как бы, такой рекорд именно существует у Роне Веллера. Ну, что же, я думаю, что вы видите, так спокойно уже и с чувством собственного достоинства подходит к штанге Роман Мещеряков, серебряный призер последнего чемпионата мира. Молодец, Рома. Просто молодец. После истории с Мишей Коклеевым, я думаю, действительно, все так ахнули и замерли в этом случае. Я думаю, он составит конкуренцию Роне Веллеру. Самое главное, что вот Мещеряков, мне кажется, на последнем чемпионате мира, оказалось, что он может выдерживать этот психологический прессинг. На подчемпионате мира такой прессинг наверняка оказывал чмерки на него, как бы. И он давил просто своим именем, своим вот, ну, стоянием каким-то вот. И сейчас, в принципе, рядом с ним Веллер. Вот сейчас нужно выдержать и Веллера. Я думаю, что да. Потому что, ну, как он сам говорил, вот я уже об этом рассказывал, что он уже сразу себя ставил на третье место. А потом, когда уже вышел на соревнование, подумал, что можно, оказывается, бороться. Только нужно терпеть, поднимать свой результат. Третий подход решил использовать Думиан Думианов из Болгарии для штанги весом 197 с половиной. Неудачно. Я думаю, что он надеялся на то, что его подхлестнет какой-то вот такой соревновательный дух. Но, увы, не в такой степени, видимо. Но все равно ему очень легко выхватил штангу. Просто небольшие неточности. А сейчас? Мы дошли уже до того состояния, что и предполагали. То есть остался только Роман Мещеряков и Ронни Веллер. Все остальные спортсмены уже завершили свое соревнование в рывке. Лидирует Сергей Карасев из Беларуси. Его лучший результат 190. Точно с таким результатом и вот Думиан Думианов, которого только что мы видели буквально чуть-чуть ранее. Ну а дальше, кстати, и Алексей Солокольцев там же находится. Вот чуть-чуть сведом на пятой позиции пока что. Но сейчас как раз идет продолжение той борьбы, которую мы и ждали. Ронни Веллер в своем втором подходе заказывает 202 с половиной. Теперь уже очередь ждать Мещерякова. 210 вырвал Веллер на Олимпиаде. Как бы это до сих пор мировой рекорд. Не мировой, а европейский рекорд, потому что мировой принадлежит иранцу РЗД. Там же на Олимпиаде, да. С половиной. Неудачный подход, Ронни. Сколько заказал Мещеряков, интересно? Ну я думаю, я думаю, Роман Мещеряков на этот же вес пойдет. Он тяжелее, чем Ронни Веллер. Тяжелее, ему нужно как-то даже интересно, вот сейчас вот, что они придумывают. Ну вообще, по идее, я думаю, что Роман нужно будет просто собирать сейчас за Веллером, да? За Веллером, да. И оставить третий подход уже для того, чтобы... Для того, чтобы выиграть у него это упражнение. Ну нет. Судя по тому, что включился секундомер для Ронни Веллера, это означает, что Мещеряков этот вес пропускает. Ну верно, да. По идее, должен быть 205. Да, 205 вторым подходом. Субботи Роман Мещеряков. Вот Ронни Веллера иногда выходит, он постоянно смотрит на диски. Потому что у них иногда существует так вот, в Бундеслиге неправильно одевают диски. Были ситуации, когда я выступал в Бундеслиге. Мне неправильно повесили вместо 180, повесили 195 килограмм. И потом также обвинили, обвиняют спортсмена, что спортсмен должен следить. То есть теперь у Веллера уже за долгие годы уже долго... Выработано, да. Выработалась традиция, да? Сразу прийти, посмотреть. Ну что ж, второй подход с Ронни Веллером в попытке обойти Романа Мещерякова. Пока Роман на первой позиции, 2,5 килограмма у Веллера выигрывает. И 202,5 Ронни Веллер второй попытки не вырвал. Я думаю, что вот он был встретим еще на Олимпиаде в 88 году. Я думаю, что вот это вот все продемонстрировало. То есть как бы он собрался... Закалка уже существует. Да, да, да. Да, как бы он мастер, конечно же, суперизвестный, что называется. Но в этом и отличаются вот спортсмены высокого класса, что они умеют собираться на последние подсоры. Именно мобилизируют полностью силы. Значит, он понимал, что и вот сейчас, если он 202,5 не вырвит, то в этом случае он уже отстанет от Мещерякова, да, ему уже практически невозможно будет догонять. Он очень сложно будет в толчке. Да, да, да. Как бы он понимал, что ему этот подход нужен вот как воздух, чтобы нам с вами было интересно смотреть потом. Конечно, да. Но Ромни Веллер все-таки очень сильный в толчке. Поэтому Роме нужно обязательно сейчас поднимать этот вес. Потому что заделку это необходимо. Ну, необходимо. Потому что Рома, наверное, послабее в толчке будет. Это нужно как можно дальше оторваться от Рони в этом упражнении. Да, по-моему, даже Рома установил рекорд России в рывке как раз. Вот там у нас 205 килограмм. 205, да, да, да. Я понимаю, это упущение Андреевич Меркин. Да, да. То есть 205, в принципе, результат, который действительно мы все видели у Рома Мещерякова год назад в Ногинске. В принципе, это результат, который ему под силом. То есть как бы вот здесь нет что-то такого экстраординарного. Он не идет на что-то такое вот, ну, то, чего было недоступно когда-нибудь Роману Мещерякову. Вот его результат, да, пройденный уже. Ну, тут что-то вот уже с самого начала он потянул, уже тяжело было. У него есть одна попытка в запасе. Мы будем надеяться, что Рома соберется. То есть сейчас проверка на самом деле, по большому счету, проверка почти класса. Вот как собрался Ронни Веллер на 3-2, вот так же сейчас должен Роман Мещеряков, свои 24 года, не имея за плечами 4 олимпийских цикла, он должен собраться. Задача для него, конечно же, гораздо-гораздо в миллион раз сложнее, нежели для Ронни Веллера. Конечно, конечно же. Что такое, почему осталось время? 207. 207. 207. Как я понимаю, это не официальный результат, это, что называется, лучший результат Мещерякова, который существует в своем активе, да? Да, он не поднимал никогда этот вес. Не знаю, почему, так тренера решили. Да, 205, как бы мы все видели в Ногинске, как бы эта вещь была доступная. Но то и соревнования, чтобы поднимать больше веса. В принципе, я думаю, что выбор... Ну, я думаю, если Рома согласился на этот вес, значит, он уверен в себе, значит, чувствует, что немножко что-то неправильно пошло. Он думает, что сейчас поправится. Может быть, но я думаю, что при этом, как бы, и все-таки соревнования с Веллером, это соревнования. Да, не так, как Чмеркин выбежал на свой третий подход на Олимпийских играх в Сиднее, вышел сейчас Рома Мещеряков. Но посмотрим, может быть, это так, что называется, субъективно. Давай, Рома, все болеем за тебя. Молодец. Вот это да. Вот это да. Вот это да. Вот это да. Вот сейчас Веллер оценил, я думаю. Он, я уверен, что он на самом деле совсем иначе относился, кроме Мещеряков. Конечно, да. Соревнования, как бы, вот действительно очный спор. Сейчас он понял, что да, дорогие мои. О, да, действительно мне будет сейчас не в рот. Что бы там ни было бы, с каким бы результатом не приехал бы сюда Веллер в толчке, я так понимаю, что он сейчас оценил, что у Мещерякова есть еще дополнительные силы за счет соревнований. За счет, да. Вот это да. Ну что ж, я думаю, что первой половины этих соревнований все могут быть довольны. В первую очередь, Рома Мещеряков, он имеет уже преимущество над Ронни Веллером 5 килограммов за счет рывка. Рома Мещеряков, 207 с половиной, вот скажи, пожалуйста, неужели ты действительно, ты все-таки на тренировках 207 до этого никогда не доходил? Он никогда, вот на тренировках 200 килограмм, самое многое он поднимал, но Ромыч такая сейчас существует, как бы, не проблемка, он любит подходить, вот за неделю он подходит к зеркалу и постоянно тренирует свой рывок, как бы, на технику. Ему кажется, что он что-то делает неправильно. Так что, я думаю, видно, технику свою поправил. Да, сейчас поправил, да, некой такой неожиданностью при втором подходе на 205, но 207 с половиной, вы видите, таков задел у Романа Мещерякова перед, перед, даже вот, ну, не сказать, что просто перед Ронни Веллером, а перед Ронни Веллером. Ронни Веллером, самим Ронни Веллером. Самим Ронни Веллером, да, это действительно именно так. Конечно же, жаль Михаила Кокляева, который в этом протоколе занимает последнюю строчку вне зачета, да, трижды 190, и не поддалось Михаилу Кокляеву. Ну что же, соревнования продолжаются. Продолжается соревнование и первый подход в толчке, 210 килограммов штанга весом. Собирается в честь первых тост, венгерские сангисты. Ну, а я думаю, что вот сейчас вот мы только что наблюдали в этом небольшом перерыве достаточно такую, ну, не могу сказать, что романтическую, но драматическую картину, безусловно. Когда Михаил Кокляев после баранки как бы отправился в гостиницу, уходил в гостиницу, да, да, да. Вот видите, прочер стоит против Михаила Кокляева, вот прочер продолжается на все последующие, тотальные результаты. Очень, конечно, жалко Михаила в том плане, что сейчас просто у него внутри творится непонятное ощущение. Ну, не то, что непонятно, но переживать это очень. Бывает такая ситуация, некуда деться просто. И, знаешь, я так понимаю, что у Алексея Петрова в жизни не было баранок. А у него было не давать? Ну, у меня не было, но бывает неудачное выступление, и это очень сильно переживает. А если это баранка, то, я думаю, еще хуже ощущение. Да, при том, что Петров воспринимает неудачные выступления, это то, что все остальные считали бы большой-большой заслугой. Это чемпионат Европы, да, пятое место. Это самое ужасное выступление Петрова. Самое ужасное выступление. Для какого года? 1974. Нет, какого года чемпионат Европы? 2000. Это было в Болгарии в 2000 году. А, то есть перед Олимпиадой, да? Перед Олимпиадой, да. Когда практически не был готов, а заставили поехать выступить для команды. Для команды выступил очень успешно. Да, ну, были, конечно, потом после этого проблемы. Ну, тогда и так было, вот, ну, была совершенно очень шаткая такая ситуация, что только-только-только приехал после всех этих своих командарств, светлые, внимание, и так, не знаю, все на свете, да. То есть вот только-только, как я понимаю, ты смирился, я думаю, что вот так как есть, так есть. Готовиться к Олимпиаде, вот именно, и сразу в один чемпионат Европы. Ну, по идее, да, еще был чемпионат мира в Греции, но там мы аккуратно решили сработать, чтобы поберечь себя к Олимпийским играм. А уже в Болгарии выступали по полной программе, получилось пятое место. Закалка к проигрыванию пошла. Вот Роман Мечеряков, вы видите, что ему, я понимаю, лед прикладывают на локоть, да, в данный момент. Ну, и, по-моему, там ситуация не очень хорошая. Потому что окружили Рому и тренера, и врач. Ну, будем надеяться, что это исключительно психологическая такая боль, а не на самом деле реальная травма. Ну, по идее, да, на подходе вот на 207 килограмм не было заметно, что какие-то проблемы с локтем. Хотя бы как ушел, с помоста начал уходить, сразу взялся за локоть. Ну что ж, сейчас переносят попытки штангисты. 212, пока единственный результат фермента ТОСа. И вызывают на помост Сергея Карасева, 220. Вот это уже не лед. Это уже обезболивающие, да, какие-то? Да, это обезболивающие, скорее всего, ставят в Модиклофенанг препарат. Нехорошая ситуация. Чем-то напоминает Олимпийские игры в Сидней, вступление. Тоже самая ситуация после рывка. То есть ты после рывка уже почувствовал? После рывка, да, было больно разделать подворот штанги на грудь. Также делали укол. Ну, я помню, что Петров все-таки по бронзовой медали Олимпиады дошел в конечном итоге. Будем надеяться, что Рома также будет соревноваться за золото. Сергей Карасев, пока третий после рывка. Очень такой небольшой стартовый подход, 220. Почему решили не рисковать, видимо, такой молодой спортсмен, чтобы ни в коем случае... Ну, как говорится, что тяжи не успевают, тем более тяжелые категории еще как бы вырасти. Они долго-долго раскрывают себя. Поэтому обычно у них отстает толчок. Поэтому, может быть, тут 220 – это его практически результат. Да, вообще, именно в самой тяжелой категории как раз очень часто бывают перекосы, что называется. Вот, ну, рывок очень хорошо, а толчок совсем нет. Или наоборот, как бы, рывок... Ну, рывок небольшой, да, а вот такой всегда с Чмеркиным. Да, у него все время... Ну, у него было... Хотя небольшой тоже, на самом деле, небольшой для Чмеркина, что называется. Ну, раньше это было... Когда 202 килограмма он рвал, этого хватало для победы. Поэтому на этот тарелый результат... Впервые на Олимпиаде этого не хватило, да. Да, это впервые. Это было неожиданно, потому что это было на 7 килограмм выше мирового рекорда. Нет, ну, тогда я думаю, что все помнят, как отчаянно Андрюшка выбежал. Вот, ну, да, это самое Чмеркин на... для самого последнего... Да, 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 да. На 272 килограмма. Оказалось, что он без запредельный совершенно вот на улице. Совершенно нереально запредельный. Ну, как говорится, Олимпиада есть, Олимпиада тут уже. Если ты олимпийский чемпион, ты должен обязательно бороться за золото. Конечно же. Тем временем, Грегор Клещ, 220 килограммов. С таким весом он справляет свои первые попытки. Продолжение следует... Болгарин Дамиан Дамианов тоже решил стартовать с 220-килограммового результата, хотя шел в рывке на 197. Тоже, видимо, у него есть некий такой перекос именно в сторону рывка. Ну, это в основном, когда молодые спортсмены, у них отдают толчок, рывок всегда подтягивается, потому что это не такие уж и большие веса для них. В толчке уже больше работы надо, еще собственный вес играет большую роль. То есть, всех, кому 20 год, я так понимаю, что все начнут именно так вот на... Я думаю, что да, толчок у них будет. Хотя вот в группе Б тоже молодой спортсмен, а 240 килограммов поднял в толчке. Да, уже как бы у нас же есть ориентир, да, ориентир не стоит забывать, как бы. Это и Алексей Колокольцев, который 240 набрал в толчке, да, и сейчас имеет пока лучшую сумму. 187,5, таким результатом он завершил. То есть, вполне, в принципе, результаты вполне для хорошей группы в группе А, вот так вот. Да, по-видимому, получается. То есть, может быть, не высоты Мещерякова с Веллером. Ну, на подходе так уж точно. Ну, я думаю, это как раз именно вот на этом чемпионате Европы, так как основные лидеры, кроме как Рони Веллера, сюда не приехали. А кто еще? Виктор Щербатых? Виктор Щербатых, ну, потом Ашот Даниилян. Ашот Даниилян, да, у него до сих пор, да, здесь квалифицировано. Поэтому результаты были бы совсем, конечно, другие. Сейчас и сумму 427, ну, наверное, не давало бы. Я так понимаю, что нет еще здесь, считаем, Европы, Веллера, Катарца и Иранца. Нет, Веллер здесь. То есть, Веллер, Катарца, Иранца, я имею в виду, что Ичмеркина. То есть, в принципе, вот если вот нет троих, да, вот здесь? Троих нет, да. Вот если троих добавить, то это будет чемпионат мира. И действительно, вот на такой вот самый представительный чемпионат мира. Ну, да, поэтому 427 сумма, конечно, небольшая. Это в категории 105 килограмм обычно набирают такую сумму. Но тем временем венгерского штангиста Ференца Тоса вызывают в третьей своей попытке на помост вес прежний 220 килограммов. Во второй попытке с этим весом справиться ему не удалось. Вот здесь на самом деле нельзя сказать, что венгерский штангист молод, ему 29 лет. И, кстати, вот то, о чем мы говорили, он сейчас только дошел даже до таких весов. Ну, как бы раньше ему это не поддавалось ни в коем случае. Он, лучший его результат был 170, а нет, простите, да, 170 в рывке, а сейчас 187 с половиной. Вот это тоже некий сюрприз. В 29 лет такой вот значительный прогресс. Да, значительный прирост в результате. Это очень редко бывает. Да, то есть, как бы он был на юниорских чемпионатах в 93-94 годах, был 10-м на европейском чемпионате в 94-м. И вот фактически после долгих лет перерыва между 94-м годом и 2001-м он вот так вот сильно продвинулся. У него была баранка, кстати, на чемпионате Европы год тому назад. Ну, конечно, наверное, еще сказывается большой перерыв. Очень сложно выступать после большого перерыва. Теряешь чувство помоста. Нет, ну, действительно, фактически как бы вновь нашел это чувство помоста через... Да, и добавил. ...8 лет, да, да, и добавил. Поэтому это удивительно, что как, откуда он взял себе силы и в результате добавить 17 кг в рывке. Ну да, в принципе, в 25 лет не уйти из-за тяжелой атлетики, при этом остаться и при этом еще... Добавлять, да. ...добавлять, это очень сложно, да. Ну что ж, силы, конечно, добавил Жильгерский штангист, но соревнования своих завершил. И результаты толсты 400 кг в сумме. Видимо, дошел до ровной цифры, а тем временем Григорь Клейч из Польши. Твой второй подход решил использовать для 220-килограммовый штангер. Ну что ж, получается так, что остались на помосте как бы абсолютно все, только юные спортсмены. И только Павел Найдек из Польши и Ронни Вейлер. Да, вот как бы два таких вот... 1.29 где-то, а Ронни Вейлеру аж 32. Григорь Клейч из юных 225 толкает во второй попытке. А, я так понимаю, что Демиан Демианов также заявил 225 в качестве своего стартового подхода. Но, по всей видимости, изменил свое решение. Поскольку мы видим на табло, уже 227 с половиной, вот меняют штангу. Это означает, что... Да, их снова вызывают Григорь Клейч, но именно так, как я понимаю, должен был там быть. И говорят, что приготовился Роман Мещеряков. У Ромы заявлено 230 килограмм на первый подход. Думаю, что в следующий... А, нет. Вот сейчас вот изменяют или нет. 230 килограммов Мещеряков для своего стартового веса. И судья-информатор сообщил, что секундомер должен быть остановлен. Теперь уже все отправятся на 230 килограмм. Кто первый? Роман Мещеряков. Да, Роман Мещеряков 230. Смотрим, после той акции обезболивания, которую провели над Романом Мещеряковым местные доктора... Ну, нет, вновь останавливается. Почему-то сразу готовился белорусский спортсмен. Да, да, да. Что такое? Мещеряков снимает соревнования. Вот это да. Вот это да. Это неожиданно, да. Вот это да. Ну что ж, да. Неожиданная ситуация. Видно, травма лодка все-таки оказалась. Да, вне зависимости от обезболивающих. Все-таки, видимо, попробовал он его буквально уже перед этим... На разночном помосте и решил... Ну да, видно, взялся за штангу, потому что в толчке больно поднимать. Да, неожиданное продолжение. Да, и так, Сергей Карасилов из Белоруссии. Он был третьим следом за Ронни Веллером и за Романом Мещеряковым. Сейчас вторую попытку решил использовать для обстанги весом 230 килограммов. Он также из разряда юных. Совсем-совсем еще молодых. Соревнования продолжаются, но, по всей видимости, уже без Романа Мещерякова. Случается опять категория, остается без медали. Вот так, сначала баранка Михаила Кокляева, затем... Соревнования! Да, Романа Мещерякова. Это при том, что, на самом деле, не знаю, как по поводу категории, но то, что все лишились борьбы с Веллером. Практически, да, Веллеру сейчас нужно... Даже, я, честно говоря, даже не смотрел, какое было преимущество в Ронни Веллере перед всеми остальными. Настолько мы, в принципе, предполагали, что будет борьба с Романом Мещеряковым, конечно же. На Роман Мещеряковым и Веллером. Ну, давайте посмотрим, кто следом. Следом был Сергей Карасев, вот сейчас которого мы видели, 230 с этим весом. Сергей Карасев справился. Ну, я думаю, что, вот вы не видите, но некоторые покидают уже этот зал. Я так понимаю, что все поняли, что острой борьбы Мещерякова с Веллером не будет. Ну, еще, знаете, поляк Найдек тоже сильный очень в толчке. И 185, такой показатель его в рывке, при том, что Веллер, конечно же, на 202 рванул. Так что, конечно же, 15 килограмм, даже 17,5 килограмм преимущество. Ну, да, это очень сложно отыграть будет. Ну, теперь у него появилась возможность побороться. Да, теперь есть шаг, в любом случае, да, побороться и за медали. 230 толкает Грегора Клеща в третьем, заключительном подходе на этих соревнованиях. 410, таков окончательный результат, в котором завершил соревнование Грегора Клеща. Кстати, вот сейчас вот 240 Алексея Колокольцева. Я хочу сказать, что вот, ну, будет очень и очень высокий результат. Да, вот теперь вот для этих соревнований это будет сейчас очень высокий результат. То есть я думаю, что Алексей Колокольцев вполне может претендовать на серебряную медаль в последнем едином толчке. И даже, по-моему, в сумме 427, посмотрим, загадывать не будем. Да, пока что он ориентир для всех. Вот такой сюрприз для российской команды, с одной стороны, с другой стороны, сюрприз для всех соревнующихся в этой весовой категории. Травма Романа Мещерякова, неожиданная травма, дала им шанс. Казалось бы, они уже совсем потеряли. Тем временем, первый подход Павел Найдек. 235, он заявляет, извините, что я тебя перебил. 235 килограммов. Сейчас будет Павел Найдек бороться за медаль в толчке, безусловно. Я не думаю, что в сумме, конечно же, он может подкорить Веллером. Опа! А как он не держал, да? Да, было неожиданно. Практически в этой ситуации можно и не считать. Потому что был небольшой дожимчик руками. Так и есть. Да, видите. Недалеко, все равно, чтобы определил, что же самое ли. Почему судья, который сидит фронтально перед паркментом, он засчитал это? Ну, обычно для этого существуют боковые судьи, которые один судья смотрит за одной рукой, другой судья за другой. И они как бы уже определяют, что было. А судья, в основном, который сидит посередине, он смотрит на то, чтобы так стоят ноги. Вот план не фронтальный, если называется. Да, здесь, конечно же. Итак, Павел Найдек с своим стартовым подходом не справляется. Появляется Ронни Веллер. Кстати, Ронни Веллер при этом перенес. Ронни Веллер предполагал стартовать 230. Сейчас 235 заказывает до чего первого подхода. Видимо, чтобы с этим весом справиться и уже больше не волноваться вообще. Да, чтобы спокойно отработать. Хотя, по идее, можно было и 230 в первом подходе начать. Да, и тоже так же успокоиться. Так же успокоиться, да. Я думаю, что если он даже 235 сейчас толкает, то он не просто становится уже чемпионом в сумме фактически. А он при этом и очень серьезный такой задел, как бы обеспечивает для победы в этом виде. Потому что, смотри, остался Сергей Карасев, вот, единственный, с единственным подходом. Дамиан Милчев, Дамиан Дамианов из Болгарии пока еще ни разу не выходил в втором упражнении. И Павел Найдек один раз 235 мы видели, потому что... Ну, вы видите, Вилья просто ей играет. 235 килограмм, конечно, для него не ест. Имея свой результат 260 в толчке, я думаю, что... Вот это, конечно же, заслуживает не то, что уважения, заслуживает очень тщательного внимания. Вот это вот долгое пребывание Веллера на вершине. Ведь сколько лет уже? Сколько. Сколько лет уже, да. В 88-м году. 4 Олимпиады. 4 Олимпиады, да. Дамиан Дамианов. 200... Почему-то 20, судя по хитрую, мне кажется, что Дамиан Дамианов... Это разве его второй подход? По-моему, первый. А нет. 220, да, 220 уже есть, 235 теперь он пробует. Интересно, где в этот момент сейчас Алексей Колокольцев? Я думаю, что он где-то находится в зале, безусловно, как бы он сидит и смотрит за происходящим. Потому что до него еще 240 не дошли. Да, и он ждет, что же будет дальше. Да, остались-то вообще считанные единицы на помосте. Пока первый именно он. Он задает ритм. Готово! Готово! Да, Дамиан Дамианов. 235. В втором подходе толкает. В сумме у него 425 получается. Пока. То есть пока еще не дотягивает до 427,5 Алексея Колокольцева. Колокольцева, да. Но при этом Веллер и Дамиан Дамианов. Дамиан Дамианов легче. Да. Безусловно. То есть как бы непонятен выбор 235. То есть Ронни Веллера. По идее он мог пойти либо ниже, либо выше. А 235 как бы это... Ну, с другой стороны, видимо, он подумал, что... Ну, может быть, решили подстраховаться. По идее 235 в сумме уже дают ему победу. Да. То есть пока еще из всех соревнующихся никто не дошел до отметки Алексея Колокольцева в сумме. А Ронни Веллер уже расположился над ним и имеет 10 килограммов преимущества в сумме. Но ближе всех пока что на третьей позиции находится Дамиан Дамианов 425. И Сергей Карасев, которого видим сейчас на своих экранах, совсем-совсем рядом. На четвертой позиции у него 420. Как бы если он справляется с весом в 235, вот сейчас он шагает аж... Аж, 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 аж... На 15 килограмм. Ну, шагает на 15 килограмм, но я думаю, что он шагнул бы на 15 килограмм. Шагнул бы на 235. Молодому белорусскому спортсмену... Не, вот хотя он на 230, он на 5 килограмм. На 5 килограмм, да. Шагал на 5 килограммов. В принципе, обходил в этом случае, конечно же, Дамианова из Болгарии. Но не доставал до Алексея Колокольцева. Ну что ж, наше соревнование подходит к концу. Вот так вот совершенно неожиданно, после того, как Роман Мещеряков покинул помост, покинул зал. После того, как выиграл в рывке у самого Рони Веллера. Видимо, можно произносить такую фразу. К сожалению, травма не позволила ему продолжать соревнование. А здесь отчаянная борьба. Дамиан Дамианов вызывается на помост своей третьей попытки. 240 килограммов. Такой же результат, что и продемонстрировал украинский штангист Алексей Колокольцев. Но выступая в группе «Б» сегодня утром. Кстати, по-моему, поляку засчитали 235 килограмм. Не засчитали? Засчитали. Поляку? Павел Найдут. Павел Найдут засчитали до 235. Хотя было два красных. А, в принципе, сейчас же есть правило, когда члены жюри, сидящие за спинами рефери, могут сразу же исправлять это. Да, если протест был подан тренерами, то на усмотрение этого жюри. Ну что ж, а тем временем, сейчас Дамиан Дамианов хочет обогнать Алексея Колокольцева. Попытки за борьбовую серебряную медаль. Тут мучительно, но встал. Он думал, борьба идет сейчас за серебро. Поплыл спортсмен. То же самое, что с Ивановским. Сегодня было, да. Ну что ж, Дамиан Дамианов завершил свои соревнования с результатом 235 в толчке. Находится на третьей позиции. Остались только два спортсмена. Павел Найдут и Ронни Веллер. У Найдута две попытки в запасе, как, впрочем, и у Ронни Веллера. Вот такую локальную борьбу по второму упражнению в толчке нам предстоит с Вами сегодня наблюдать. 242,5, заявляет польский штангист Павел Найдут. Освобождает место для выхода на помост Ронни Веллер. Ронни Веллер, да. Кстати, Алексей Колокольцев уже завоевал тебе бронзу. Да, в сумме практически уже никто обойти не может. Пока еще, правда, пока еще серебро. Мы посмотрим, что сейчас будет. Мы посмотрим. Продолжается еще соревнование. Формально подведем итоги буквально через несколько мгновений. Пока что вот сейчас Павел Найдут борется за золотую медаль в этом упражнении. В этом упражнении, да. Все-таки... Да, 242,5. Это сказать, что все-таки в споре опыта и молодости в конечном итоге вот в этом чемпионате Европы закончилась именно победой опыта. Потому что Павел Найдут и Ронни Веллер. Одному 29, другому 32. Они, в принципе, единственные, да. Опыт, как говорится, опыт везде. Всех пересидели, посмотрели. Подоблюдали, как ушел в гостиницу Миша Кокляев. Потом, да, действительно, травма. Травма Романа. Представила уйти Рома Мещерякова. Ну, я думаю, Рома еще здесь, он пока будет, наверное, ждать награждения. Ну, конечно же, да. То есть, как бы так пересидели. Пересидели в окопах, огляделись. И в конечном итоге сейчас 242,5. Такой результат Павела Найдута. Ронни Веллер в этот раз тяжелее Павела Найдута. Сейчас 245, заявляет. Веллер. У Павела Найдута и лучший результат 250. Веллера 260. Но, все-таки, 260-то было на Олимпиаде. Тогда, конечно же, была ситуация такая, что, по-моему, Веллер мог и больше толкнуть. Как точно так же и Андрей Чмиркин мог толкнуть и 72,5, которым он подбежал, мог. Потому что там было такое чудовищное напряжение. Такой вот это вот, такой соревновательный дух, как это принято. На самом деле, просто воздух был накален до предела совершенно. Что там могли быть любые чудеса. Все правильно. Ну, поэтому, раз он, наверное, чувствовал, поэтому и вышел на этот вид. Ну, конечно же, да. Поэтому, то, что Ронни Веллер 260 толкнул на Олимпиаде, это в нынешней спокойной ситуации, мне кажется, практически недоскутно Веллеру. Ну, 245. Ронни Веллер справляется с этим, он практически в полуприсад берет на грудь. По 10 килограммов размашисто шагает Ронни Веллер 235, потом 245. Павел Найдек при этом со стартовым весом 235 не справился. То есть, 242 с половиной получилось, но это означает, что все-таки, вот, Найдек поздно включился в борьбу, фактически. У него не было такого запаса в рывке, такой вот игры в рывке, ни с кем, фактически. Он уже, он там проиграл. Да, он уже все, он уже рассчитывал, что бороться он за медаль не будет. Да, то есть, как бы, и для него соревнования начались только вот на втором упражнении, на второй стадии. Показывает Ронни Веллер, по-моему, еще не прошло там 30 секунд, он уже отдышался после подхода. Он уже сел на стул спокойно. Он, по-моему, даже с груди толкает, просто обставляет ногу. Он даже не полностью толчут, не выполняет, потому что, но ему очень легко дается. 245. В отличие от Павела Найдека, которому дается сегодня все-таки все это непросто. И на результат 245 идет польский 29-летний штангист. ОН Опять был, сейчас был небольшой даже. Вот опять протест или как? Вот сейчас посмотрим, по-моему. Один судья, а он странно теперь наоборот, да? Да. В принципе, была точно такая же процедура, которая приедет в первом подходе, да? Да, да, то же самое. Да, как бы и теперь почему-то два боковых судья решили, что всё нормально. Хотя было явно заметно, что... Вот сейчас на повторе, вот с этой точки, конечно же, не будет видно, а... А тут, видимо, уже как он зафиксировал, потом она пошла. Уже упражнение как бы было выполнено. Ну, может быть, да. То есть, судьи посчитали, что, в принципе, дожим был чуть позже. Чуть позже, да, и особо... Мне кажется, что нечто подобное происходило и в 235. Ну, 235, там, с первого сразу при подъёме вверх уже штангу собирал. Понятно, что Веллер успокоиться на второй позиции не может. Конечно же, он, видимо, даже в этом, в отдельном упражнении. Но широко он решил больше не шагать. 247 с половиной. Ну, получается, он легче польского спортсмена? Нет, он тяжелее после спортсмена. Тяжелее? А, он идёт 247. Да-да-да. Ну, имею в виду, что он... Притом, что он... Ну, то, что легко, но очень прессоматийно толкнул 247. Ну, он понимает, что зачем нужно лезть на большие веса, тем более, если достаточно 247 уже для победы. Ну, да, я думаю, что ему не надо никого пугать, те, кто находится сейчас. Да, потому что он за свою жизнь столько раз уже всех пугал. Все уже знают. Да, да. Все настолько пуганные уже. И боятся. Уверен, что боятся. Конечно, боятся. Такого спортсмена. Кроме Веллер. Трудно не бояться. Боятся Чмеркина, боятся Веллера. Вот в этой категории, я думаю... Ну, видите, он... Ну, я, по тайне, вот... Кроме Рома Мещерякова, конечно, нету равных. Да. Ну, так же... Обидно, конечно, так произошло. Приехал, в принципе, брокер, вызов даже на старости лет. Называется, Роману Мещерякову на чемпионате Европы. И, в принципе, проиграл рывок. Да, Роману проиграл. Судя по тренировочному процессу, еще совсем молодой Роман Мещеряков, вот эти 24 лет, был готов бороться с Романом Веллером и дальше. Но, да, конечно. По всей видимости, и Роман не ожидал эту борьбу. Как только Роман Мещеряков из-за травмы локтя соревнования прекратил, тут он сразу успокоился и думает, что все, борьбы теперь не будет, он явно лидер. Да, и на самом деле вот сейчас абсолютно... Спокойно. Матийно, спокойно расправился со всеми остальными. Так, как и предполагалось. Нормально. Там были подозрения о том, что была некая ошибочка, да? Да, ноги немножко стояли неровно. Ну что же, а Алексей Колокольцев, о котором мы на некоторое время забыли, все-таки 240 в толчке не позволили ему завоевать серебряную медаль этого чемпионата. Он в сумме становится третьим, становится бронзовым призером. Хоть и сидел в зале, не выступал, а также наблюдал. И третьим в упражнении. И третьим становится в упражнении. Все-таки и Найдек, и Ронни Веллер вдвоем, Алексея Колокольцева из Украины, в толчке обошли. Вот, кстати, перед вами таблица. Да, Ронни Веллер первый, 235, 245, 247 с половиной. Столько, сколько надо. В принципе, зная, что запас у Ронни Веллера еще существует, и еще очень и очень приличный. Очень большой, да. Ну, а следом, польский, опять же, опытный 29-летний спортсмен Павел Найдек шагал. Пока так же размашисто, да. Хотя каждый раз были... Так же, как и Ронни Веллер, да. Ему все-таки засчитали 235. Погнал, да. Да, вот здесь на таблице это видно. Проиграл Ронни Веллеру, по-моему, как и предполагал. Понимал, что серьезной борьбы ему, Веллеру, серьезную конкуренцию Веллеру составить было тяжело. Но вот вы видите, что и Кокляев, и Мещеряков наша, безусловно, главная надежда. Но в любом случае наши фавориты в этом виде программы, к сожалению, выбыли из борьбы. И в толчке не соревновались. В принципе, не могут и претендовать на медали в сумме. Но при этом Роман Мещеряков в рывке все-таки получает золотую медаль этого чемпионата. Я думаю, что Ронни Веллер все равно запомнил. Конечно. Как говорят, нервы ему потрепал прилично. Да, и нервы потрепал, и он, если не травма, Веллер понимал, что с Мещеряковым сейчас будет еще очень и очень серьезная борьба. Может быть, это то, ради чего приехал сюда Веллер. Может быть, это то, ради чего приезжал сюда Мещеряков. Поскольку то, что все остальные должны бояться, и Мещеряков, и Веллера, они все остальные боятся и знают. Но я думаю, даже при травме, при Роминой травме он о себе заявил, что будут знать, что... Да, что не зря, как бы он был вторым на чемпионате мира, как бы он по-прежнему в приличной форме, в очень хорошей форме. Вот если бы не травма... Если бы не травма, да, он бы составил приличную конкуренцию Ронни Веллеру. Вот как в сумме распределились медали. Ронни Веллер первый, Павел Найдек второй, и Алексей Колокольцев из Украины получает бронзовую награду этого чемпионата. И я думаю, что на этом имеет смысл закончить нашу трансляцию, поскольку завершился чемпионат Европы. Все, да, закончилось. Алексей Петров, который вместе со мной сейчас в данный момент наблюдал за происходящим в этой весовой категории, я думаю, что нуждается в наших поздравлениях. Спасибо большое. Ты также победил на этом чемпионате Европы, и я думаю, что это своеобразный такой старт для ближайшего четырехлетия. Будем надеяться. Будем надеяться. Спасибо большое, Алексей, что ты согласился наблюдать за этими соревнованиями. Вместе с вами был еще и Дмитрий Чуковский всю эту неделю. То есть я. Всего доброго и до свидания. Спасибо.